Всем привет! Сегодня вас ждет обзор на М550 в индивидуальном цвете серый All-Vid с салоном цвета коричневый Mokka достаточно хорошая, богатая комплектация. Красивый автомобиль, которым я хотел с вами поделиться, чем мы займемся сейчас. Но надо понимать, что будут ли еще в будущем такие же красивые автомобили в продаже, пока вопрос открытый. Тем не менее, кому-то может ролик быть полезен. Давайте посмотрим, в каком диапазоне цен М550 продаются в данный момент. Для этого заходим в приложение автору и указываем марку BMW, после чего сразу выбираем пятую серию. Без указания поколения можно выбрать сразу вкладку новое. И здесь, пожалуй, самым простым способом найти именно M550 будет выбор двигателя. Как логично предположить, бензин 4.4 на 530 лошадиных сил. И теперь мы видим, что в продаже имеется 5 предложений по цене от 13 до практически 17 миллионов рублей. Если вас заинтересует приобретение, ссылку на этот раздел я оставлю в описании к видео. Раз уж начал с цвета, то вот, собственно, к нему в первую очередь и перейдем. Цвет серо-алвид – это некий такой вот кварцево-песочный оттенок с сероватым отливом. Кстати, вот это маслянистое переливание лака автомобиля, которое хорошо заметно, если отойти подальше, либо если выгнать машину на улицу, оно свойственно не только цвету серо-алвид, но и некоторым другим расцветкам, типа того же серого дровита, допустим. И вот не могу вспомнить, еще был какой-то другой цвет. Серый шторм, кстати, тоже имеет некий похожий маслянистый оттенок. Он добавляет цвету дороговизны. Ты смотришь на эту расцветку при разном освещении, при разных ракурсах, машина выглядит совсем не так, как может показаться, к примеру, по фото, или как может показаться в потоке. И вот этот эффект хамелеона, он является одной из главных фишек такого рода расцветок, и мне больше всего он не нравится. Кстати, сам цвет раньше, если я не ошибаюсь, назывался кварцевый металлик, как-то так. Потом его переименовали, может быть и сам цвет немножко поменяли. Бывает такое, что BMW берет уже актуальную раскраску, слегка корректирует, меняет чуть тональности, или делает ярче, или тусклее, или что-то еще, и называют иначе. Бывает, просто называют там, был авентюрин 1, стал авентюрин 2, или что-нибудь в этом духе, а бывает, полностью меняет название расцветки. Как бы там ни было, очень интересный, необычный цвет, причем учитывая, что у нас модель M550 с внешней отделкой Cerium Grey, вот этот серый мат, оно вдвойне необычно смотрится, сочетание двух разных серых оттенков. Обращаю внимание на то, что серый Cerii, раньше он был в виде такого металлизированного напыления на многих автомобилях, включая пятерку. Сейчас вот уже до пятерки добралось второе его исполнение, чуть упрощенное, потому что это просто матовая серая краска, но более практично и визуально даже смотрится немного интереснее именно за счет полного матового эффекта, потому что у того же серого Cerii у него был некий похожий блеск, как у этих ламелей, проще, наверное, даже будет показать по шильдику M. То есть вот если посмотрите, шильдик M на крыле, он как раз таки остался в прежней металлизированной отделке серой Cerii. А для сравнения, вот серый мат, который используется сейчас. Разница видна, минус этого варианта, то, что он оставляет следы, всякие там жирные следы, нежирные, то есть его постоянно надо протерять, чтобы он смотрелся нормально, и то ты не добьешься все равно окончательного эффекта нормального вида вот этой вот раскраски. В случае с матовым серым, как вы видите, абсолютно однотонное покрытие, красивое, аккуратное, хорошо смотрится, при этом не пересекается с конкурентами. У того же Audi в линейке S там тоже бывают такие серые лопухи, какие-то серые элементы по кузову, но расцветка другая, они больше серебристые. Здесь же скорее бронза, и вот, повторюсь, удивительно хорошо сочетается с этим цветом кузова, добавляя ему больше элегантности, нежели спортивности. К слову, клыки в переднем бампере все равно остались черные, глянцевые, красивые элементы, которые очень быстро теряют, к сожалению, свой товарный вид и становятся матовыми. Поэтому лично моя рекомендация по возможности заклеивать их в защитную пленку, как-то обезопасить, иначе просто машина будет немножко хуже со временем смотреться. В переднем бампере можно увидеть радар активного круиз-контроля, также видно, что здесь установлена дополнительная защитная сетка, вот, и в передней части, и в центральной части аккуратно закреплена. Ну, а сами жалюзи активные при необходимости могут открываться для лучшего охлаждения автомобиля. Из того, что можно увидеть прямо здесь, это отсутствие передней камеры, то есть машина без опций круговых камер, без ассистента парковки плюс, и вызвано это, к сожалению, не экономией, не желанием где-то скроить, а отсутствием. Отсутствием этой опции, дефицитом, из-за чего многие автомобили пострадали. Вот у нас три 550-х было в наличии, все три без круговых камер, к сожалению. Хотя сама по себе опция, конечно, полезная, и если вы заказываете автомобиль, если такая возможность у нас с вами останется, то на круговых камерах я бы экономить не стал. Фары лазерные, топовые, с синими акцентами, причем, поскольку мы видим много синих акцентов как по внутреннему, так и по внешнему контуру, это означает, что фары еще и с опцией затемнения, что подтверждает отсутствие каких-либо серебристых вставок внутри блока фар. У нас ходовые огни, и в крайних секциях ходовых огней находятся поворотники, ну и два линзованных блока, оба функциональные, ближний, дальний свет, матричные, соответственно, обтекают как угодно потоки света, и отдельная секция подсветки поворотов, вот здесь подсветки поворотов, а вот здесь секция лазерного дальнего света. Видно вам его или нет? Но, тем не менее, там он находится. В недавних поинтах и тест-драйвах я уже показывал работу матричных фар на примере X3. Кстати, могу допустить, что к моменту выхода ролика с этой пятеркой ролик с X3 еще не вышел с тест-драйвом, но я постараюсь не затягивать, поэтому переходите в плейлист ПОВ-тест-драйвов, находите X3 20 бензин, там был его тест, да, и вот там я показывал, как работают матричные фары в темное время соток. По пятеркам, насколько помню, вроде нет, там вроде фары еще не показывал, рестайлинговые. Колесные диски в разверности 245 на 35-20 спереди и пошире, соответственно, сзади тоже серый церий, то есть матовый серый цвет, причем два оттенка, серебристый внешний вот этот шлифованный элемент дизайна, но он тоже покрыт матовым лаком, и внутренний, уже серый церий, по примеру, как на жабрах, на зеркалах. Красивый дизайн колесных дисков, именно стилистика самих колес, еще и вдвойне хорошо смотрится в этой расцветке, потому что будь они классический бикалор, черный-серый, на мой взгляд, выглядел бы не так эффектно. Для 550-х я лично всегда предпочитал именно вот такой дизайн. М-тормоза с красными суппортами ничем не отличаются от синих, вы прекрасно знаете, что это одно и то же, разница только в цвете тормозных механизмов. Если же диск из перфорации, тогда уже это М-перформанс тормоза, это совсем другой расклад, другой уровень, но они как до оснащения, ставятся непосредственно у дилера. Люк в крыше можно увидеть. Панорамы у пятой серии не бывает, по крайней мере, если мы говорим про седан стандартный, мы не берем в расчет удлиненную китайскую пятерку, мы не берем в расчет туринги, универсалы. В случае с седаном просто обычный люк, но он панорамный. То есть здесь стекло, которое может открываться, отъезжает внутрь крыши, не наружу, как у многих автомобилей, а именно внутрь крыши. И есть также возможность просто приподнять его на проветривание для более комфортного поступления воздуха в салон автомобиля. Обрамление оконной линии. Черный глянец, shadow line, хотя при этом мы видим, что все остальное cerium grey. Если бы мы заказали опцию расширенного внешнего черного глянца, это дополнительная опция, помимо стандартного оснащения, тогда уже и ноздри, и жабры, и зеркала, кстати, были бы в цвет кузова в таком случае, а все остальное было бы черным глянцевым, включая патрубки выхлопной системы. Но вот здесь я дал немножко маху, потому что в рестайлинге, судя по всему, у 550-й патрубки черные глянцевые. Не cerium grey, как вы можете видеть, потому что мое предположение опять же связано с тем, что ушли от вот этого металлизированного напыления, от этой окраски. А красить патрубки ухлопной системы матовой серой краской как там, ну, видимо, посчитали, что нет. Она того не стоит. Вычислить 550-е в потоке можно не только по шильдикам на корме, но еще и, во-первых, по форме самого вот этого патрубка, вот этой вставки, а во-вторых, по внутренним трубам. То есть вот эти трубы, уже настоящие трубы ухлопной системы, как вы видите, здесь их две, то есть не одна, как обычно, а именно две. И это свидетельство того, что под капотом стоит V-образная восьмерка. У М5, вы знаете, точно так же по две трубы с каждой стороны, там они круглые. Здесь же они имеют некое трапециевидное сечение и обрублены дополнительным вот таким черным глянцевым патрубком. Диффузор имеет интегрированные светоотражатели, по центру небольшие гребни. На крышке багажника аккуратный, маленький спойлер, окрашенный в цвет кузова автомобиля. Он имеет определенный наклон, поэтому создает прижимную силу дополнительную, но без фанатизма. И не настолько крутой, как в случае с моделью М5. По рекомендуемому топливу. От 91 минимально, 95 рекомендованный. Понятное дело, что в случае с такими заряженными автомобилями, а здесь под капотом все-таки 530 лошадиных сил, ну, наверное, имеет смысл задуматься о заливке не 92-го и 95-го, а желательно 98-го и 100-го топлива. Знакомый темно-коричневый цвет, очень популярный, как в случае с пятерками, так и в случае с семерками, да и многими другими моделями, где он доступен, потому что сочетает в себе практичность и более изысканный все-таки вариант расцветки, нежели классический черный цвет. Комфортные сидения самые максимально возможные с множеством регулировок. Много раз видели их. И верхняя часть спины регулируется, и подушки вот эти выдвигаются, и плюс сами подушки, они очень мягкие, приятные. Боковинки настраиваются, поясница вверх, низ, вперед, назад, коленная опора выдвигается. Опять же кресло, вот видите, очень-очень такие комфортно мягкие. С вентиляцией. Опционально бывает еще и массаж, но здесь мы не видим кнопки, отвечающие за массаж, значит, и этой опции тоже нет. Верх дверей, верх торпеда, низ торпеда, нет, низ нет, но вот верх торпеда, натуральная кожа, черного цвета, с черными строчками, то же самое касается и дверей, то есть каких-то излишних контрастов здесь делать не стали, поэтому просто аккуратный, такой вот сдержанный консервативный стиль. Черное матовое дерево с открытыми упорами, и по контуру проходящие светодиодные подсветки, позволяющие немножко разнообразить восприятие салона. Опционально бывает аудиосистема Bowers, с такими красивыми фрезерованными металлическими динамиками, с подсветкой и так далее. Она в дефиците, поэтому музыка Harman, твиттеры, среднечастотники, подсоединениями мид-басы, в задней части салона дополнительные динамики, включая вот здесь, тоже расположены за головами седоков. Все это позволяет получить вполне хороший уровень звучания аудиосистемы, причем из своих личных наблюдений, я прям специально сравнивал звучание Harman и звучание Bowers в M5. Ну честно скажу, я в большинстве случаев не мог понять глобальной разницы. Ну то есть разница в цене там, по-моему, четырехкратная, разница в количестве динамиков никакой нет, 16 там и там, разница в мощности выселителя здесь, по-моему, 470 ватт, там полтора киловатта, ну то есть трехкратная, но вот не троекратно она круче звучит. Именно Bowers в пятерках, в семерках нормальный, но не настолько, чтобы за ним гнаться и отказываться от покупки машины, если в нем нет Bowers. Хотя, само собой, если финансы позволяют, и есть такая машина, ну отказываться, видимо, не стоит. В X5, в X6, в X7, к слову, от Bowers толку больше, потому что, помимо более мощного усилителя, там еще и дополнительные динамики добавляются в потолке, вот здесь, в этих местах, и за счет этого звучания аудиосистема становится другим, более таким объемным, более направленным, и там, да, там интереснее. Хотя, вновь напомню про исключение в случае с X6, где меня лично аудиосистема Bowers как-то не сильно впечатлила, когда я брал машину на тест-драйв. Здесь все стандартно. Рулевое колесо M-типа с топовым ассистентом вождения Professional, значит, он и держит в полосе, и позволяет вам в пробочном режиме двигаться чуть ли не на автопилоте, подруливает, отруливает, там, помогает вам всевозможным образом. Контроль слепых зон присутствует. Ну, то есть, хорошая, 100% полезная штука. Подрулевые лепестки, само собой разумеется, здесь спортивная коробка передач, у нее есть спорт алгоритм, есть лунч-контроль функция, то есть старт с двух педалей, максимально эффективная. И сомневаться в том, что эта машина поедет свои 3,8 секунды до сотни, я лично не буду. Я в этом более чем уверен. У меня много было уже машин на замерах с этим движком, и со стейджами, и, по-моему, без стейджа вроде тоже были, и, ну, особо никогда он не расстраивал. Из того, что я последний помню, М850 у Grand Coupe я брал на тест, и в том числе на замер, можете найти на канале и посмотреть. В отношении мультимедиа системы, в рестайлинге она обновилась не только визуально, потому что визуально она и в дористи уже была похожая, но еще и по железу, по технической части, поэтому есть обновление по воздуху, есть функции, так, проверяем, заходим в настройки, находим пункт двери, и вот он, Digital Key. Есть функция цифрового ключа, значит, iPhone в качестве ключа вы можете использовать. Большой экран на 12 дюймов, сенсорный, потому что были машины без сенсора, с навигацией, с CarPlay, с Android Auto, и, как и всегда, ради интереса проверим, есть ли какие-то доп. услуги доступные для нас сейчас. Connected Booster и предупреждение о дорожных камерах. Предупреждение понятно, что такое. Connected Booster, я пытался этот вопрос до конца изучить, но глобально ничего толкового для себя не увидел. То есть, в большей степени, там все те же самые услуги, которые и так у вас по умолчанию доступны при покупке нового автомобиля. Три года у вас там весь пакет услуг, он доступен. Далее вы уже его продлеваете, и там, да, разные программы продления на сайте BMW можно найти. И изучить, что входит и сколько будет стоить. Из недостатков, вот чего также лишилась эта машина ввиду дефицита, нет, это не комбинация приборов, здесь все в порядке, а это джойстик. Посмотрите на джойстик. Он попроще. То есть, вот в такой стилистике джойстик с более, нет, правильнее будет сказать, наверное, с менее изящным исполнением, он свойственен на мультимедиа системе BMW LifeCockpit Plus. А в случае с версией Professional джойстик посолиднее и с сенсорным вводом, с сенсорной панелью. Так вот, именно сенсорный ввод попал под дефицит. Поэтому его убрали, вместо него поставили джойстик попроще, и визуально попроще, и по функционалу нет вот этого сенсорного ввода, но хотя бы экран остался сенсорный, потому что до этого, наоборот, все здесь было в порядке, был нормальный джойстик, но машины были без сенсорного экрана. Вот тут, пожалуй, выбирая из этих двух зол, ну, на мой взгляд, все-таки наличие сенсорного экрана важнее, чем сенсорного ввода, которым практически никто и никогда не пользуется. Что еще? Четырехзонный климат с сенсорным экраном, кнопочки меню, обогрев, вентиляция. Кстати, 20 апреля обещают показать новую BMW i7, а это фактически новая i7. Может быть, даже к моменту выхода этого ролика ее уже показали, потому что я не знаю, когда именно я этот ролик выпущу. Снимаю я его 8 апреля, к слову. И то, что мы с вами увидим в новой семерке, вот практически то же самое, но с некоторыми точечными упрощениями будет и в новой пятерке. А значит, нас ждет много всего интересного. Будет, опять же, приятно в каком-нибудь будущих, из будущих обзоров пятерки, после выхода семерки, сопоставить и прикинуть, что нас ждет как раз-таки в новой пятой серии, которую мы увидим, по всей видимости, через год, но максимум полтора, не более. Окей, что еще? Здесь вновь матовое дерево и шторка, прикрывающая подстаканники, площадка беспроводной зарядки, ну и считывание ключа в том числе, джойстик, коробка передач и блок управления основными клавишами. Причем, я обращаю ваше внимание, то, что наша машина идет без гальваники, кнопочки все обычные черные, потому что имеется керамическая отделка органов управления. Она в себя включает черное глянцевое обрамление вот этих джойстиков управления климатом, аудиосистемой, и черную глянцевую кнопочку паркинга. В общем-то, все. Не самая существенная опция, но достаточно приятная. Хотя лично я бы предпочел все-таки гальванику на этих клавишах, включая стеклоподъемники, а не керамическую отделку. Почему их нельзя сочетать вместе? Ну, видимо, это связано с тем, что это слишком много вариантов исполнения блоков климата, мультимедии, и получается накладно для автопроизводителя, для логистики, для амортизации, производства этих деталей, для снижения их стоимости. И вот не стали так заморачиваться, к сожалению. Что еще? Отключение стабилизации, режимы движения. Подвеска здесь стоит топовая, professional. То есть, она помимо того, что меняет свою жесткость в зависимости от выбранного режима, она еще и гасит крены в поворотах, то есть, там электронные стабилизаторы поперечные, которые зажимаются, тем самым машина приседает, меньше кренится, лучше ведет себя на ходу, и все это сочетается с подрулющей задней осью. То есть, она еще и очень юркая, поэтому, когда вы поворачиваете руль до упора, он делает чуть более одного оборота. А от крайнего положения до крайнего, считаем, раз оборот, два, оп, и все, он уперся. Два оборота, чуть более двух оборотов. Это позволяет получить 550-й маневренность, которой нет, допустим, у М5, потому что М5, несмотря на всю свою крутость, не имеет такой подвески, как здесь. Там это принципиальное решение, оно связано с задачами, которые ставятся перед М5, дрифтить, ездить активнее на треке и так далее, и тому подобное. Но здесь-то задачи другие. И когда вы говорите про 550-ю в контексте быстрого автомобиля, надо понимать, что он быстрый и маневренный. У него есть и подруливание этого нет в М5, и подавление кренов этого нет в М5. А значит, выбирая, к примеру, машину для какого-нибудь сочинского серпантина, ну, я привожу всегда его в пример, потому что это такой относительно доступный для всех вариант. Ну, или карельского серпантина, хотя там 550-я кажется менее вероятной, чем в Сочи. Так вот, на сочинском серпантине именно 550-я водит чувствовать себя как дома благодаря более продвинутой подвеске. Продвинутой для гражданских повседневных задач. Если же мы говорим про дрифт, да, с подруливающей задней осью дрифт не самая лучшая штука. Если мы говорим про поведение автомобиля и чувство руля, чувство автомобиля, чувство подвески на треке, то машины без активных систем подавления кренов, по моим ощущениям, более честные и более правдивые по преподносимой информации. Поэтому, возможно, BMW именно в M5 не сделала подавление кренов. Хотя в X5M и X6M оно уже просто физически нужно. Машина с высоким центром тяжести без этих систем будет излишне валкая. В M5 можно обойтись без нее, поэтому обошлись без нее. С другой стороны, примеры Panamera, у которой есть подавление кренов и, по-моему, даже подруливание есть. Я ездил на треке, в принципе, подтверждает мое мнение. Машина огромная корова, огромная широченная лепешка, которая с такой подвеской влетает в повороты так, что у тебя мозг не понимает, как такое может происходить. Она делает очень четко, очень выверенно, классно, но вот мои личные ощущения не так фаново, не так драйвово, как та же M5. Потому что у меня был не один тест-драйв на этих двух автомобилях единовременно, где удавалось вот свои эмоции сопоставить. Там другие эмоции, там другие приятные ощущения, но не те, что в случае с M5. А штамповать одинаковые автомобили можно, конечно, но это все-таки не совсем про BMW. Поэтому, да, у вас есть, казалось бы, два идентичных во многом автомобиля, хоть у них и кузова называются по-разному. Здесь G30, там F90, F, не G, F, а F это обозначение предыдущих линеек кузовов автомобилей, правда, сейчас это особо не имеет никакого смысла. Так вот, несмотря на то, что разные обозначения кузовов, все прекрасно понимают, что M5 и пятерка это одна и та же машина. И когда в пятерку ставят двигатель V8, 4,4, такое же, как и в M5, пусть и с обозначением не S63, а N63, тем не менее, наделенные 530 силами и динамика 3,8 секунды против 3,3 секунды в случае с M5 тоже на полном приводе, да, многие вполне вероятно будут их сравнивать. Сейчас разница в цене огромная между ними, у нас в M5 их даже толком нет наличия, кроме парочки CS по заоблачной цене, даже называть ее не буду, но она сильно выше, чем здесь. А при этом, покупая 550, ты покупаешь быструю, но очень комфортную, очень удобную в городе машину. Комфортную как по ходу подвески, так и по, опять же, рулежке, по удобству на парковке и прочим-прочим параметрам, да и менее выделяющуюся из потока благодаря не такому напущенному обвесу. С другой стороны, красивый цвет, как серый алвид, позволит вам получить, добрать необходимые баллы восприятия окружающими вашего авто. Я не стал уделять внимание заднему ряду багажнику, подкапотке, выхлопу, много раз это уже было, как-то вот надо меру, видимо, все-таки знать. Но хочу повториться для тех, кто присматривает себе к покупке сейчас что-нибудь быстрое и заряженное. Если вы на момент выхода этого ролика еще найдете автомобиль в наличии, в том числе звоните мне, может быть, у нас та одна М550, черная на черном еще будет актуальна. Я рекомендую эту машину к покупке. По сегодняшним реалиям, ценник на нее адекватный, за эти деньги вы получаете суперклассную машину. Кто-то вас будет пугать надежностью этого движка, у него именно у серии N63 предыдущих поколений. Действительно, были проблемы неоспоримы абсолютно, но в поколении актуальном на 530 сил, которые уже три года ставятся на эти модели, не только на эти, но и на другие, я смело могу сделать вывод, что он подтверждает свою надежность. К нему вопросов стало на десятки порядков раз меньше. Хороший, надежный, ресурсный двигатель, который еще и позволяет из него вытягивать чуть ли не 700 сил. И у меня на канале был замер 0100 X6 M50i на стейдж 2. Переходите, смотрите, удивляйтесь, это чума. Но даже стоковая мощность ему будет за глаза. Понравилась машина, понравился мой ролик, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, написать комментарий. Если желаете поддержать канал, есть ссылка на донаты в описании к видео. Переходите в мой телеграм-аккаунт Asatur.price, чтобы следить за актуальными предложениями на автомобиле. И там же есть еще и телеграм-чат, где можно переписаться с другими участниками чата, общаться на разные, на любые темы, в общем-то, достаточно интересно. Спасибо всем за просмотр и пока. Субтитры создавал DimaTorzok